1 августа 2014 года в Москве состоялся бизнес-завтрак решения по информационной безопасности для кредитно-финансовых учреждений. К обсуждению некоторых проблем в обеспечении информационной безопасности и путей их решения были приглашены представители ИБ-служб российских банков и страховых компаний. Темой дискуссии стали перспективы внедрения в кредитно-финансовых учреждениях средств обеспечения ИБ, уже опробованных и зарекомендовавших себя в других отраслях, например, на предприятиях топливно-энергетического комплекса. Первым направлением стал контроль безопасности мобильных устройств в корпоративной информационной среде. Исследованиями подтверждено, что в популярных смартфонах и безобидных приложениях содержатся программные компоненты, способные спровоцировать утечку важных корпоративных данных. В кредитно-финансовых организациях информация зачастую напрямую равняется деньгам. То есть, если я являюсь заводом, предприятием, производителем, то моя информация напрямую является информацией о каком-то продукте или товаре. Продуктом или товаром в кредитно-финансовых организациях являются деньги. Поэтому утрата информации в кредитно-финансовых учреждениях – это что чаще всего это утрата денег. То есть если кредитные финансовые учреждения активно используют мобильные устройства в своей деятельности, для того, чтобы не потерять эти деньги, они должны защищать информацию на мобильных устройствах. Получив доступ к мобильному устройству сотрудника банка, вне зависимости от занимаемой им должности, злоумышленники оказываются в непосредственной близости от денежных активов банка и его клиентов. Давным-давно прошло то время, когда злоумышленники получали эту информацию из академического интереса. Все злоумышленники стараются получить информацию от сотрудников, от клиентов кредитно-финансовых учреждений, для того, чтобы использовать его в своих корыстных целях. Другим направлением стал контроль целостности и конфигурации IT-инфраструктуры предприятия. Как правило, она состоит из множества компонентов, настройки которых слабо согласованы, что делает информационные системы предприятия уязвимыми перед авариями и вторжением злоумышленников. Службы, которые занимаются контролем, это отделы информационной безопасности, службы корпоративной защиты. Они сталкиваются с ситуацией, когда им сложно контролировать изменения, вносимые в конфигурацию элементов IT-инфраструктуры. Бизнес-процессы связаны с большим объемом организационных вопросов, которые нужно решать. И не всегда качество этого бизнес-процесса, его стоимость может устраивать организацию. Автоматизация данных процессов позволяет ИБ-службам повысить уровень безопасности информационных систем предприятия и выполнить ряд требований стандартов, например, PCI и DSS, а также заметно снизить затраты рабочей силы. Для того, чтобы получить информацию оперативно в режиме реального времени через оповещение о том, что конфигурация была изменена, чтобы он мог ее тут же при этом проверить в этом же средстве автоматизации, а еще и получить автоматизированный результат проверки на соответствие политики безопасности тех изменений, которые произошли, Конечно же, это существенно упрощает работу подразделений, которые занимаются информационной безопасностью. Это тоже приводит к снижению затрат на этот бизнес-процесс. Презентация ИБ-решений сопровождалась диалогом между поставщиками решений и их потенциальными потребителями. Представители кредитно-финансовых учреждений обсудили ряд специфических для их отрасли сложностей в обеспечении информационной безопасности. Мы планируем продолжать такой формат с определенной периодичностью, проводить аналогичные бизнес-завтраки по той тематике, которая была сегодня, и по той тематике, которую мы, соответственно, видим как перспективную для банков страховых компаний.